Контроль за условиями, в которых дети едут через Анапу на отдых в Крым, будут ужесточен. Об этом на специальном совещании, посвященном организации детского отдыха, рассказала главный санитарный врач по городу-курорту Анапа Лариса Медведева. Она напомнила, что существует специальное правило перевозок. С группой должен следовать врач, должна быть чистая питьевая вода и качественная еда. В ожидании автобуса до Крыма на вокзале или в аэропорту необходимо решать вопросы, связанные с гигиеной, потому что поездка на Крымское побережье в автобусе занимает порядка 9 часов. Вот уже сейчас действует это постановление правительства по контролю за летние строительные компании. Если в том году мы проверяли только лагеря и поставщиков пищевых продуктов, в этом году я добавляю, сейчас готовят специалисты, будут определены, запрошены, кто осуществляет перевозки. И вы будете подвержены неплановому контролю по всем этим вопросам. В прошлом году через Анапу в Крым транзитом проехали порядка 25 тысяч детей. Единая транспортная дирекция, оператор Керченской переправы и служба единого билета объявила конкурс на размещение детей в случае, если паром не сможет ходить из-за шторма. Очень большая призва дать ссылку, чтобы отыграло именно, чтобы приняли участие наши именно Анапские, а не какая-то московская компания, выиграла этот аукцион и потом начала здесь искать, что-то он скажет, здесь нету, это есть. Поэтому, чтобы выиграли наши и чтобы мы знали, где мы будем этих детей на случай ворс-мажоры сели. В минувшем году в саму Анапу, которая, как было отмечено, остается главным детским курортом страны, организованными группами приехали более 80 тысяч юных отдыхающих. Для более эффективной координации работы служб в городской администрации будут собирать информацию о всех прибывающих детских группах. В частности, полицейские говорят, что в минувшем году далеко не все своевременно предупреждали их о том, что нужно выделить положенную по правилам машину сопровождения. За 10 дней, вот так же, как в ГИБДД, вы даете информацию в нашу комиссию о том, что предполагается какое-то количество групп детей. Если вот, как Данил Николаевич знает уже за месяц вперед, или Владимир Николаевич, значит, дайте сейчас эту информацию, чтобы мы уже ее знали. Для чего? Чтобы мы были готовы к встрече этих детей. В полиции также рассказали, что проверили на безопасность Пионерский проспект, пройдя по нему пешком. Они выявили все места, где еще можно установить предупреждающие знаки, осторожно, дети, и пообещали, что к началу курортного сезона они появятся.